И мы продолжаем с вами серию прямых эфиров по истории религиозного экстремизма. Напоминаю всем, что эти прямые эфиры основаны на лекциях профессора Массима Интровине, которые он проводил в Одессе в 2016 году. Сразу хотелось бы отметить, что следующие прямые эфиры будут посвящены методам работы религиозных экстремистов. То есть со следующего прямого эфира мы начнем с вами разбираться с тем, какими же методами работают религиозные экстремисты. Сразу хотелось бы отметить, что все эти методы одинаковы. То есть ничего принципиально нового в работе тех или иных религиозных экстремистов вы не увидите. Но, безусловно, с этим мы будем разбираться подробнее, уже начиная со следующего прямого эфира. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что же такое секта, что же такое культ, и почему эти два понятия в определенный момент времени приобрели некий негативный оттенок. Сразу хотелось бы отметить, что не во всех странах эти понятия имеют негативный оттенок. Например, в такой стране, как Япония, быть членом секты считается очень почетным. Но в большинстве своем я буду говорить, безусловно, о странах постсоветского пространства, о Соединенных Штатах Америки и о Европе. Итак, откуда же берутся эти понятия и кто первыми их вводит в науку? В XIX веке двое немецких ученых, Вебер и Трюльч, вводят эти два понятия. Что изначально они говорят по поводу секты и по поводу культа? Они говорят о том, что секта или культ – это некая небольшая религиозная группа, которая только что появилась. И в самом начале, то есть в еще XIX веке, эти два понятия не имели никакого негативного оттенка. То есть Вебер и Трюльч говорили о том, что любая религия с их точки зрения, я подчеркиваю, это точка зрения двух немецких ученых, основывалась как секта. То есть изначально любая религия – это была небольшая группа, которая в последующем либо разрасталась, либо нет. В каком случае она разрасталась и становилась религией? В том случае, если у последователей этой небольшой новой религиозной группы рождались дети, которые становились приверженцами этого же учения. И по утверждению Вебера и Трюльча, впоследствии, если у некой группы рождались дети, которые принимали то же самое вероучение или то же самое веру, становились последователями, образовывалась религия и образовывалась церковь. Более того, они говорили и приводили пример, что даже такая религия, как христианство, тоже изначально, по их мнению, была сектой. То есть Иисус Христос не был рожден в этой религии, равно как и его последователи, но через 200-300 лет, после смерти Иисуса Христа, начали появляться последователи, начали появляться люди, которые рождались у этих последователей, и, соответственно, образовалась религия. Итак, какой вывод первый мы могли бы с вами сделать? Что с точки зрения одних из основателей такой науки, как социология религии, ни секты, ни культ не носили какого-либо негативного оттенка. При этом на сегодняшний день, когда многие люди слышат такое понятие, такое слово, как секта или такое слово, как культ, то, безусловно, появляется некий негативный оттенок. Откуда же этот негативный оттенок взялся? Если вы обратите внимание на многих религиозных экстремистов, то вы заметите, что в большинстве случаев они всегда ссылаются на некую историю, которая произошла в Соединенных Штатах Америки в 1978 году. На некого Джима Джонса, на некий Джонс Таун и на случай в Гаэне. При этом вы можете обратить внимание на то, что все они утверждают, что это был случай массового самоубийства, который непосредственно связан с религиозными убеждениями и, как они утверждают, непосредственно связан с тем, что все эти люди были членами некой секты. При этом необходимо обратить внимание на то, что если вы зайдете, например, в русскоязычную Википедию, то историю самого Джима Джонса, самого Джонса Тауна и той трагедии, которая произошла в 1978 году, вы найдете в несколько урезанном варианте. Скажем так, из тех фактов, которые соответствовали действительности, там приведено, наверное, процентов 50 и под определенным углом. А вот другая часть этой истории, которая не имеет вообще никакого отношения ни к каким-либо религиозным верованиям, ни к каким-либо убеждениям, в Википедии, к сожалению, умалчивается. Итак, давайте же с вами посмотрим на то, что в действительности произошло в 1978 году в Гаяне, в неком Джонс Тауне, и по какой причине 900 граждан Соединенных Штатов Америки совершили массовое самоубийство. Итак, в Соединенных Штатах Америки жил некий человек, которого звали Джин Джонс. Он был пастором протестантской церкви, при этом он был, как это ни странно, яром коммунистом. То есть этот человек искренне считал, что тот строй, который существует в Соединенных Штатах Америки, он является неправильным. Он был приверженцем коммунизма и имел достаточно обширные связи в тогда еще существовавшем Советском Союзе. У этого человека были некие последователи, это были граждане Соединенных Штатов Америки. При этом необходимо ответить, что Джин Джонс был достаточно и популярной фигурой. Например, он был другом тогдашнего президента Соединенных Штатов Америки. В определенный момент времени Джин Джонс и его последователи принимают решение переехать в Гаяну с целью построения там коммунизма. То есть здесь у нас возникает первая, скажем так, отправная точка, которая будет крайне расходиться с тем, что будут говорить религиозные экстремисты. То есть переезд Джима Джонса, его последователей в Гаяну и построение там некого Джонстана никоим образом не связано с какими-то религиозными убеждениями. Эти люди были коммунистами и они хотели построить коммунизм на этой территории. И именно с этой целью они все вместе со своими семьями и переехали в Гаяну. По приезду в Гаяну, как вы понимаете, Соединенные Штаты Америки, которые тогда находились в состоянии так называемой холодной войны и, безусловно, прохладных отношений с Советским Союзом и с коммунистическим строем, Соединенные Штаты Америки подобного рода случаев не мог не заинтересовать. Ну, посудите сами. 900 граждан из Соединенных Штатов Америки переезжают в Гаяну для того, чтобы там строить коммунизм. Соединенные Штаты Америки в определенный момент времени принимают для себя решение отправить проверку в Гаяну, а именно в Джонстан. И одним из участников этой проверки был конгрессмен Соединенных Штатов Америки, который приехал туда вместе с еще несколькими людьми и вместе со своим телохранителем. Прибыл в Джонстаун, они начали проводить проверку. Необходимо отметить, что проверка эта проходила достаточно радушно. Вместе с жителями Джонстауна они ели, пили, проводили вместе время и, в общем-то, никаких, скажем так, проблем не было. И они приходят к выводу, что никакой опасности как бы это сообщество из себя не представляет. Но в тот момент времени, когда прибывший конгрессмен США и люди его сопровождавшие уже покидали Джонстаун, происходит трагедия. По какой причине она происходит, до сих пор достоверно неизвестно. Дело в том, что некоторые из последователей Джима Джонса берут в руки огнестрельное оружие и убивают конгрессмена США и его телохранителя. По какой причине это произошло, к сожалению, история умалчивает. Было ли это что-то личное, возникшее в рамках этой проверки или что-то иное, достоверно до сих пор неизвестно. То есть мотив непонятен. При этом сам Джим Джонс и остальные жители Джонстауна понимают, что убийство конгрессмена США это крайне серьезное преступление. И они принимают решение покончить жизнь самоубийством. Значит, в определенный момент времени они берут некий стакан с соком, добавляют туда цианин, сначала дают его убить своим детям, после этого бьют его сами. И в результате таких действий происходит трагедия, то есть 900 человек вместе с детьми погибают. При этом необходимо отметить, что некоторые из последователей Джима Джонса принимают для себя решение в этом не участвовать. И сбегают и остаются живыми. Безусловно, для Соединенных Штатов Америки единобременное самоубийство 900 граждан Соединенных Штатов Америки становится трагедией и становится поводом к дальнейшим размышлениям, что же все-таки произошло и что сделать для того, чтобы подобного рода случаев в последующем не происходило. Что вы не найдете в Википедии? Дело в том, что все те люди, которые были последователями Джима Джонса, они были достаточно обеспеченными людьми. То есть среди них не было людей, которые были, скажем так, низкого какого-то социального достатка. Это все были богатые и обеспеченные люди. И, как мы с вами понимаем, после их смерти должен был остаться наследник или наследники. Так вот, что самое интересное в этой истории, в истории, в которой Джим Джонс и его последователи отправились в Гаяну для построения коммунизма, а не для того, чтобы отправлять какие-то религиозные культы, это то, что все свои деньги они завещали партийной верхушке СССР, Союза Советских Социалистических Республик. То есть все деньги этих людей достались партийной верхушке тогда существовавшего государства, которое называлось СССР. И лично посол, фамилия которого была Тимофеев, посол СССР, после смерти этих людей приехал в Гаяну для того, чтобы получить эти деньги. И эти деньги он получил. С учетом вышеизложенного, хотелось бы еще раз сконцентрировать ваше внимание на двух моментах. Момент номер один. Джим Джонс и его последователи были приверженцами коммунизма. Момент номер два. Эти люди отправились в Гаяну для того, чтобы строить там коммунизм, а не для того, чтобы отправлять какие-то религиозные культы. Момент номер три. В определенный момент времени происходит некая трагедия. Это убийство конгрессмена Соединенных Штатов Америки. И как реакция на эту трагедию эти люди принимают решение покончить жизнь самоубийством. При этом все свое имущество и все свои деньги они завещают партийной верхушке СССР. И за этими деньгами приезжает лично посол СССР господин Тимофеев. На этом я думаю, что многим зрителям будет понятно, что та так называемая страшилка, которая обычно религиозные экстремисты запугивают людей, мало какое отношение вообще имеет к религии, к каким-то религиозным убеждениям, новым религиозным движениям и так называемым сектам и культам. При этом вам необходимо понимать, что когда, например, на экране вашего компьютера или с экрана телевизора вы видите некого человека, который со скорбным лицом набирает в стакан воды и говорит, что вот точно из таких же стаканов в 1978 году последователи страшного сектанта Джима Джонса приняли решение покончить жизнь самоубийством, и ваши дети, которые находятся в том или ином религиозном, как они это говорят, культе или секте, а по сути это новое религиозное движение, это понятие, которое было введено в 20 веке Эллиан Баркер, вам нужно понимать, что этот человек вас обманывает, он лужет. Безусловно, такой трагический факт в истории существовал, и это действительно трагедия. Но, когда вам говорят, что эта трагедия имеет под собой почву каких-либо религиозных убеждений или принадлежности к какой-либо секте, вам необходимо понимать, что это правдой не является. В преддверии тех прямых эфиров, на которых мы уже с вами будем разбирать непосредственно методы работы религиозных экстремистов, для тех людей, которые действительно серьезно собираются разобраться с этой темой, я предложила бы некую работу. Я предложила бы вам посмотреть и сначала найти в ютубе некий фильм. Этот фильм был снят в Советском Союзе в 1961 году. Называется он «Суд над верующим». Для того, чтобы вам его найти, вам необходимо ввести в командной строке 1961 год.суд над верующим. Этот фильм является достаточно интересным с исторической точки зрения. начинается он с того, что зрителю показывают счастливый город, где все люди работают и говорят, что вот Советский Союз и здесь все счастливы. После этого говорится о том, что даже у счастья и даже у нашего народа существуют враги. И эти враги под покровом ночи, безусловно, замышляют что-то лихое и ужасное. Так вот, этими врагами в данном фильме являются христиане, которые называются сектантами. Я бы советовала тем, кто, в общем-то, у кого есть такое желание, посмотреть этот фильм и в следующих прямых эфирах сравнить то, что говорится в этом фильме и то, как говорится в этом фильме с методами работы религиозных экстремистов. И в последующем сравнить это с тем, как в 30-х годах фашистской Германии жители этой страны, жители страны, которая отдала этому миру Гёте и многих других гениев, вдруг стали поддерживать идею, что все евреи плохие и что, в общем-то, если бы этих людей не было, то нам жилось бы намного лучше. Если вы проведете для себя параллель, вы увидите, что методы одни и те же. Но непосредственно с методами мы с вами будем разбираться, уже на следующем прямом эфире, который у нас с вами состоится в четверг в 20.00. На этом на сегодня у меня все. Марина Валерьевна мне подскаживает, что я забыла сказать самое главное. Значит, я забыла поблагодарить за данные прямые эфиры, за то, что, в общем-то, та информация, та уникальная информация, которую я и мои коллеги получили от профессора Массима Интровини, который приехал в Одессу по приглашению адвоката и ученого Олега Викторовича Мальцева в прошлом году, постепенно становится общеизвестной и общедоступной. Так вот, поблагодарить за это, безусловно, я хотела бы некого человека, который говорит, что он сектовед. Кто такой сектовед, честно, я до сих пор не понимаю, это тот, кто ведает секты или заведует сектами, мне так и непонятно, а также психолога Александра Борисовича Невеева. На этом у меня сегодня все, спасибо всем за внимание, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok